друзья приветствую вас на своем канале меня зовут татьяна калинина и эта школа астрология ашвине сегодня мы с вами будем заниматься как обычно прогнозированием ничего нового и мы посмотрим что будет происходить в сша в ближайшие годы есть одно интересное предположение и одна закономерность в американском гороскопе об этом я уже написала в своем инстаграме 18 апреля как вы понимаете там все выходит намного раньше чем на канале поэтому пожалуйста подпишитесь на мой инстаграм вот он добро пожаловать так вот 18 апреля мы обсуждали закономерность в американском гороскопе когда в америке происходят выборы в тот же самый календарный год когда соединяются сатурн и юпитер на небе то есть транзитный сатурн соединяется с юпитером в одном градусе 1 минуте 1 секунде этот президент избранный в такой год не до живет до конца своих полномочий расскажу вам как это было раньше 28 ноября 1901 года соединились сатурн и юпитер это был год избрания маккинли и он через несколько месяцев после соединения погибает от покушения в результате огнестрельные раны 9 сентября 1921 года еще одно соединение сатурн и юпитера через пару лет после избрания умирает ворл гардинг с его смертью очень мутная история он умер в под период кету в гороскопе сша поэтому основные версии отравление инсульт воспаление легких сто лет прошло никто еще не разобрался вот такой кету это единственный кто умер предположительно своей смертью то есть его не застрелили не попытались от него избавиться хотя не факт конечно 18 февраля 61 года соединяется сатурн и юпитер это год избрания кеннеди и как вы знаете в ноябре 63 через пару лет его убивают огнестрельная рана в голову следующее соединение 4 марта 81 года в этот год избирается рейган и тут же буквально через несколько недель после его избрания на него организовано покушение в ходе которого погиб кто-то из его охраны было выпущено 6 пуль какие-то долетели какие-то не долетели в общем чудом он выживает получив огнестрельные ранения и показывает быстрое выздоровление это единственный живой за эти 120 лет президент который избрался на соединение сатурна юпитера но все не так просто потому что есть еще одна закономерность о которой мы поговорим позже и она не сработала в этот раз то есть соединение было а вот второго фактора не было про второй фактор кстати никто не говорит из астрологов и в этой общеизвестной закономерности нету этого фактора но я его доработала так что все объяснимо почему рейган не погиб почему он был на грани смерти но смерть его пожалела чтобы вы думали 21 декабря 2020 года через полтора месяца после выборов в сша произойдет соединение сатурна юпитера я предвосхищаю те комментарии которые будут гласить о том что соединение уже есть и так далее еще раз условия следующие чтобы рядом с выборами было точное соединение то есть мало находиться сатурна юпитеру в одном знаке обязательно нужен один градус 1 минута 1 секунда это произойдет 21 декабря это значит что новый президент сша тот который изберется в начале ноября 2020 года не досидит до конца своих полномочий предположительно он погибнет и подавляющее количество процентов за то что он будет убит ну вы видели да статистику в америке принято огнестрельным оружием избавляться от президентов но не знаю сейчас 21 век больше стал инструментарий посмотрим что это будет какое второе условие второе условие заключается в том что все смерти президентов происходили в под период юпитера вот гороскоп сша и как вы видите юпитер эта планета которая управляет восьмым домом это дом смерти это дом траура и опасных для жизни ситуации и этот юпитер располагается соединение с солнцем именно солнце мунданная астрология обозначает правителя в данном случае президента помимо этого юпитер соединен с венерой а венера это планета управляющая десятым домом который является домом президента поэтому юпитер напрямую указывает на смерть президентов единственный выживший рейган это президент который подвергся опасности в под период луны посмотрите луна хозяйка двенадцатого дома в седьмом это не юпитер это планета которая обозначает иностранные вмешательства в политические дела сша вот оно то условие которое не выполнилось и рейган остался жив что же сейчас сейчас с 20 октября 2018 года в гороскопе сша начался период раху именно поэтому в самом начале этого периода сейчас как вы понимаете идет период раху раху именно в это время произошла эпидемия которая сильно заденет сша станет для них действительно большим бедствием раху в двенадцатом доме здесь в общем то все достаточно просто меркурий ретроградный показатель вирусов эпидемий так что теперь мы с вами знаем как выглядит эпидемия в гороскопе сша и можем предсказать следующую с 30 июня 2021 года до 25 ноября 2023 начинается под период юпитера это тот самый который в прошлые четыре раза дал смерти президента поэтому конечно новый избранный президент сша находится в огромной опасности и я думаю уже с весны 21 года эта опасность станет всем очевидно но чтобы не быть голословной давайте посмотрим гороскоп вхождения сша вот в этот новый под период юпитера может быть там какие-то раджа йоги которые помешают случиться самому страшному вот он этот гороскоп вы видите что здесь хозяин десятого дома марс находится в падении в шестом доме несчастных случаев и нападение врагов и так далее что подтверждает наши ожидания от периода юпитера он аспектирован сатурном из двенадцатого дома сатурн ретроградный что еще 10 дом действительно сильно поражен аспект раху аспект меркурия хозяина восьмого дома кето располагающиеся там все это конечно свидетельствует о тяжелых поражениях единственный фактор который может каким-то образом спасти президента это то что солнце находится в пятом доме без поражений то есть в целом нету на него плохих аспектов ну кроме вот ретроградного юпитера юпитер в целом не вредитель здесь он хозяин домов денег но этого слишком мало действительно факторы все-таки за то что президент в период юпитера либо погибнет либо будет какая-то смертельная опасность либо умрет сам либо это будет покушение но статистика говорит о том что все-таки покушение более вероятно вот такой анализ вы можете вместе со мной его сделать давайте будем вместе ждать того как это все проиграется что будет дальше безусловно когда будет карта инаугурации нового президента когда уточнится личность нового президента можно будет еще в его гороскопе посмотреть подтверждается ли это опасность когда она именно возникает какие у нее временные рамки может быть мы с вами сможем сузить буквально до одного месяца эти рамки но пока немножко надо подождать чтобы произошла инаугурация время которое я обязательно засеку и посмотрим дополнительные гороскопы вот такая она мунданная астрология очень много гороскопов надо посмотреть для того чтобы сделать один вывод но согласитесь это того стоит потому что знание того что новый президент сша подвергается смертельной опасности это знание которое повлияет на ваше решение и финансовых вопросах каких-то личных вопросов которые я сейчас не смогу например предугадать вашей жизни обязательно имейте в виду этот фактор когда будете заниматься инвестициями например в американский рынок и конечно оставайтесь на моем канале подписывайтесь на него нажимайте на колокольчик и приходите учиться в мою школу всем пока пока